Мишну 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 Вишниш У нас есть интересный запрет в Туре, который называется запрет Хадаш. Хадаш – это злаковые, которые выросли, новый урожай, нельзя их есть, пока не пройдет. То есть здесь зависит, от чего пройдет. Значит, есть такая жертва, которая называется Омер. Омер – это ассиолит ойфа. Прилённый объем, который нужно привезти муки из саурим. Как в русском сауриме? Из ячменя. Ячменной муки делают из него какие-то такие, не знаю, что какие-то... Как-то их пекут, какие-то хлеба. Ассиолита ойфа, то есть 10-й объем, то есть определённый объем, приносит его когда ни много ни мало 16-го Ниссана, но после первого праздника в Песах на следующий день. 16-го Ниссана, её известно приводит этот Омер. И после того, как принести жертву эту жертву эту Омер, можно есть. То есть что-то написано, написано в «Дахом в Акадмире» «Лотухлю Адеви Ахэмет Омер» что-то такое. Не помню точный поступок, но так написано, что пока не принесет, так написано в стихе, что пока не принесет этот Омер, нельзя есть новый урожай. Что это значит, что новый урожай, если его, то сказать, в Израиле чаще всего сажают, так понимаю, знаковые, это в начале зимы, к концу зимы они уже готовы, то есть, ну, не знаю, хотя бы пока это не совсем заряло, что уже готовы, их нельзя есть до того, как принесли жертву обер. Жертву обер принести 16-го Ниссана, если приносит и утром, сразу можно есть. Какой закон? Те, кто находится в Иерусалиме, они знают, когда принесли жертву. Как принести жертву, уже слух пошёл по Иерусалиме, начинают, можно есть новый урожай. Те, кто находится в Иерусалиме, соответственно, что нужно делать, написано, как мне надо считать, что можно после полудня есть. Почему после полудня есть? Потому что хазок, а шейн бейзин митцацлим, что, так сказать, в Иерусалиме люди, в Иерусалиме в храме, так сказать, сунда и так далее, ну, то есть, как и Пасаныдри, не, так сказать, не оттягивают это дело, и уже до полудня уж точно уже принесли, и поэтому в Иерусалиме можно есть в полудня, начинают, потому что уже не принесли. Это время, когда храм, явно, что есть такой запрет. Есть такой запрет, есть Хадаш. Соответственно, если посадили ее, значит, такой Хадаш, если ты пшеницу, которую посадили после Песоха, и не прошел Песох. Как так прошел Песох, ее начинать можно есть. Если же ее посадили до Песоха, то даже Песох тоже ее разрешает. Это не важно сейчас, нам сейчас, это не наша, как сказать, не наша сейчас тема. В том случае, так это делать. Теперь вопрос, что происходит во время, когда нет храма, и жертвы это вообще не приносит, как в наше время. На эту тему есть, так сказать, спор немножко, как мы идем дальше. Но в Торе написано, как бы, интересная вещь, что Торе об этом намекнуто таким образом. Одно написано, что пока не принесете жертву, которая называется Омер, нельзя есть новые злаковые, новые урожаи, хлеб и так далее. Другое написано, до самого этого дня. Что такое до самого этого дня? Хазарь объяснили, что здесь как бы намекнуто на два время. На два время, именно. Когда у нас есть жертва, то до времени, когда приносит жертвы, не теряйтесь. Когда нет времени, да это Моё Мазе, до самого этого дня. Теперь до самого этого дня можно понять двояко, не совсем можно понять двояко. Есть спор. Когда у нас говорится АД, написано АД, это Моё Мазе. АД это до. До это включая, до, допустим, до стенда, до, не знаю, отменяя и до обеда. Это включает обед или не включает обед? Это включает время обеда или не включает? Время обеда – это спор. До – это вещь, которая включает или не включает. Копать отменяет до обеда, да? Это включает время обеда или не включает время обеда, значит. Надо – это вещь, которая та самая. Здесь тоже эта вещь неочевидная, Поэтому если сказать до, это включая это время, получается, что 16-го еще есть нельзя, можно начинать есть только 17-го. Если включать до, не включая, до этого, до утра этого дня нельзя есть, до 16-го числа утра нельзя есть, 16-го числа утра можно есть. Как бы то ни было, написано, что это называется Йома-Неф, и Неф делает с ним Тнуфа, этот Кабра-Нумер, когда был храм, делал с ним Туфа, Туфа и Махали. Значит, постановил Рабио Хамазаха, что в эти дни нельзя есть, нельзя есть, это самое, нельзя есть хадаш, нового урожая. Спрашиваем, что Рабио Хамазаха постановил у нас, что все 7 дней мы берем 4 вида растений, и это Митсва доработано, то, что мы делаем в наше время, тоже все 7 дней берутся. Лав. И зачем это делалось? Захар, что в памяти об Эсмикдаш, мы помнили, что есть память об Эсмикдаш, что когда будет Эсмикдаш, что есть Эсмикдаш, мы берем все 7 дней. В память об Эсмикдаш мы тоже берем 7 дней. Кто сказал, что нужно делать память об Эсмикдаш? А Марабио Хамазаха, он должен был краск. Скала Рабио Хамазаха об этом написано и намекнуто в следующем стихе, который находится в Ирме, в Рок Ирме, 30 глава, так я понимаю. Написано по ссылке. Когда я приду на тебя из лечения, так сказать, рука это как бы, рука, слова руха это типа из лечения, не знаю как, то есть как это самое. Я от твоих ран тебя вылечу, в Умекуцеху твоих ударов тебя вылечу, но Маше, кинитха кару лаха, то есть отвержен тебя кару, циён ги дуреш эйнла. Циён она, у неё нету, кто её как бы, дуреш, кто её, как слово дуреш перевести здесь. Она требует, ищет, не знаю, ежажит, я не знаю как сказать, ждёт её и так далее. То есть как бы по ссылке написано, что как бы есть тайна, это нехорошо, что циён и нищет. Поскольку не так, поскольку это нехорошо, эйнла дуреш, эйнла дуреш эйнла, дуреш эйнла михраль деба и дриша. Что-то мы понимаем, что да, нужно дриша, то есть необходимо нам давли дрожь, необходимо нам давли не помнить, дай её желать и так далее, и так далее. Ледрожь, поэтому постановил Рабиохан Мензак и отсюда осталось, чтобы сказать, что сегодня мы берём все семьи, давайте здесь сегодня остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова